Основная путаница с монетами единоличного правления Петра I то, что их много разных вариантов, внешне практически неотличимы друг от друга. И в какой части каталога атрибутировать тот или иной экземпляр, непонятно. Я дам вам несколько подсказок, как этот процесс упростить и привести к системе. Привет, с вами Сергей Романов, эксперт аукциона допетровских монет Гуннвер. А за предложение темы спасибо коллеге Пол Полушкин. Итак, первое, на что вы обращаете внимание при взгляде на копейку Петра I, это на дату. Понять, какой год обозначен, довольно просто. Ведь славянскими цифрами выступали буквы алфавита. Дата выпуска находится под всадником и имеет следующий вид. А, Щ, А. То есть, 1701 год. В этой конструкции, где А равно 1, А, Щ, 700, получаем 1701 год. А, Щ не меняется, изменяется лишь последняя цифра года. Они могут быть следующими. В2, Г3, Д4, Е5, С6, З7, И8, Ф9 и И10. Буквы русскую и латинскую, обе из которых зовутся Ижицей, в счете именуют восьмиричной и десятиричной буквы И за их циферное обозначение. Нужно помнить, что А и Я при обозначении на монетах, это одна и та же цифра 1. Цифру В на старом дворе обозначали также прямоугольником. В датах после 1711-1717 после порядковой цифры прибавляется десяток. То есть, А, Щ, А, И получается 1711 год. 1 на 10. Теперь, поняв, какой перед вами год, необходимо определить двор. Их было два. Старый и Кадашевский. К слову, старый находился на Никольской улице, в пределах Китайгородской стены. А Кадашевский в Кадашевской Слободе, в районе современных метро Третьяковской и Полянка. Чекан старого двора выделяет мелкий, сухой, строгий, прямоугольный стиль. На изношенных штемпелях, увидев квадратики, можно сразу понять, на каком дворе чеканился этот экземпляр. На старом. Всадник на них довольно высокий, строгий и однотипный. Техника речиков Кадашевского двора была иной. Им, соответственно, крупные округлые буквы и приземистые широкие всадники. С 1696 года по 1701 год чеканка велась лишь на старом дворе. И можно встретить следующее обозначение. С.Д.Г. 1696 год. Самый редкий и востребованный тип в единоличном Петре. С.Е. 1697 год. С.С. 1698 год. С.З. 1699 год. И.С.И. Он же А.Щ. 1700 год. До 1700 года лет исчислений велось от сотворения мира. И для пересчета нужно было отнимать 5508. По формуле получалось следующее. С.Е. равно 205. Равно 7205. Минус 5508. Получаем год. 1697. На сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в форуме. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова